приветствую всех на канале привет я индия не забудьте поддержать канал лайком и оставьте комментарии в такое интересное место если честно здесь никогда не было я даже не пойму это бедный район или я думаю что это просто очень старый район потому что здесь дома и вот и видите такие вот даже кирпич такой старый очень в этом районе у нас зубной врач наш зубной врач но именно на эту улицу я никогда не заходила посмотрите ну видно что это такая прям старая старая очень узенькая улица хотя здесь уже проложена хорошая дорога но окна и двери практически вот на самой улице то есть место как бы совсем нету ну тем не менее люди здесь умудряются даже машины парковать но если честно я бы сюда вообще бы не рискнула со своей машиной въехать я оставила ее на главной дороге посмотрите провода практически прям вот свисают до самого до самого низа на ту такая вот улица внутри даже не знаю куда она ведет интересно так окна прямо вот открытые идешь по улице смотрите прям снимай что называется в окна я вижу вот дома прямо видно что вот там внутри дома вот вижу здесь спальня открытое окно все все будет внутри видно вот в этом комплексе у нас зубной врач я кстати даже не знала что здесь оказывается есть парковка нова нищая здесь стоит ужасная я думаю вряд ли здесь кто-то паркуются хотя вижу какая-то машина есть но здесь полностью если вы видите здесь полностью затоплено все посмотрите сезон дождей просто все затоплено поэтому вряд ли вряд ли туда кто-то сможет заехать ну и в основном я смотрю скутер скутер скутера и вот даже машина вот вот впереди я вижу машину нашего доктора мы подъехали и он подъехал перед нами но только я оставила свою машину с внешней стороны а он сюда заехал даже не знаю если честно откуда он заехал очень большой такой комплекс довольно таки старый хотя он такой по виду не козистый но тем не менее здесь есть наш известный доктор вот сюда я кстати никогда не заходила смотрю здесь магазинчики такие интересные всякие украшения для дома вот понравились мне внизу вот такие утру ли мы называем это урли можно надевали такой вместе с как с лампадками можно зажечь там лампадки видите какой магазин довольно таки большой здесь кстати так сильно пахнет приправами я не знаю что здесь ну прямо в нос просто бьет вот перцем куркумой гарам масала вот этот вот наш доктор вот здесь здесь кстати в основном офисы больше никаких доктору я как бы и не вижу вот вот наша клиника где я на ее обслуживаемся заходить внутрь не хочу я лучше поснимаю снаружи сегодня здесь почему-то спят люди не знаю они бездомные или просто какие-то рабочие потому что здесь очень много разных оптовых офисов может это просто разнорабочие которые поднимают различные тяжести и так далее поэтому в ожидании работы спят смотрите здесь и люди здесь вот и собаки все отдыхают вместе взяты ну и да я думаю что вот какой-то офис здесь все-таки вы к такой огромные вообще просто хочу пройти дальше но боюсь его сейчас проскочим проскочим по каждую яночку сегодня кстати просто сумасшедшая какое-то движение потому что сегодня суббота я несколько дней болела потому выпала совершенно из жизни даже забыла что сегодня суббота только выйдя выехав на улицу увидела какое сегодня движение на дорогах умела что сегодня суббота прошло уже достаточно время вот вышла моя котенечка у них наверно здесь был youtube юбилей недавно смотрите написано 20 лет празднуют люди ну как ты еще три месяца ну что он сказал когда будет операция еще он пока не назначил время позвоню мы приехали в свой любимый раджешь супер базар потому что нам нужна юниформа для яночкиной новой школе хотя мы там еще ни разу не были кстати они джен и видите поэтому у них когда джен и и то есть такая вот одна из каст когда они принимают саньяс то есть и становятся как практически приравнивают их к святым людям когда они отказываются всего земного они вот так вот ходят без одежды и практически едят только живут на подаянии и я только столько сколько помещается в их ладонь представьте так что и по всей видимости их какой-то предок они его вот представили на фотографии нам сказали что здесь именно можно купить юниформу пошли он спрашивает амьяна вот хозяева стоит мальчик он хозяин спроси у него мне кажется вот это и есть яночка вот с этой стороны вот это наверное да смотри сэшри шри гарминс да вот здесь мы кстати не ожидали что здесь будет да смотри я на даже твоя бывшая dps здесь оказывается есть юниформа хотя мы не ожидали здесь можно купить юниформу для нашей новой школы юпочку тоже пример яночка кстати у него и униформа совершенно отличаются от нашей dps овской в dps вот было абсолютно белая униформа здесь вот такого темно-бежевого цвета или светло-коричневого и будет такая вот юпочка посмотрите очень даже симпатичная ну как я на размер нормально размер нормальный очень симпатичная форма посмотрелочка там примерочно и вот здесь тоже есть зеркало как тебе нравится как говорит непривычно смотрите здесь на манекенах как раз и юниформа и смайли stone нашей новой школы вот слева а справа из нашей бывшей школы белая вот белую кстати всегда всегда не любила потому что очень трудно было ее стирать то есть два раза просто практически не оденешь но я нюська моя меряет юбку потом покажет мне вот такая вот у нас юниформа я не как бы все нравится но говорит кит над как начале эту подшить вот настолько и такая длинная юбка не нравится здесь я на хочет подшить а вот как раз помощница ей говорит о том что лучше не надо потому что учителя там строгие и могут за длину ругаться я на смотри чтобы потом проблем не было в школе тебе тогда сходить пару раз и все какая разница в принципе тебе длина она видишь она говорит строгая учительница там что другую дали юбку такой же размер но длина меньше поменяли нам юбочку уже здесь длина пояс здесь тоже будет черный ну что нормально будет это я лучше думаю да берем этот размер нормальный носки бери все переодевайся янусь пошли вниз посмотрим кое-что мы хотели по 100 сделать посмотрим ингредиенты здесь что-то хочешь сверху посмотреть нет что-то нужно тебе нет ну кое-что здесь решили купить весь список у меня остался дома если честно не помню что прям такое необходимое но помню что у нас зеленый чай закончился янусь и семечки семечки обязательно давно я здесь уже не была пойдем семечки возьмем семечки я сегодня обязательно возьму потому что они кстати не каждый раз далеко не каждый раз бывают поэтому возьму а то иногда бывают иногда не бывают у меня кстати гарбузовые тоже закончились 4 пакета гарбузовые с творогом с творогом я ем мне очень нравится творог мед и горбутовые семечки что нам нужно было еще хочу взять на этот раз оливковое масло вот у меня закончился тоже хинга без которого я жить не могу полевой пошли раз яночка посмотрим спросим кстати на на оливковое масло прям дискаунты страшные наверное не пользуются не пользуются спросом смотрите прям с одной бутылкой 2 прям бесплатно интересно вот кстати я не люблю вообще не люблю оливкового масло поэтому вот этот дельмонте смотрю дельмонте нет на него дискаунта а вот на этих прям есть все янусь пошли раз ты ничего не хочешь мы кстати взяли вот авокадо и она подходит и для жарки и просто для салата оливковое масло нам не нравится мы сами лучше сделаем я на вот это все в пакетах она там с уксусом все очень так себе бери что хочешь яночка зонтик держи все пойдем расплачиваться я просто очень хочет кушать поэтому сейчас пойдем чем-то чем-то обедать как всегда нас здесь проверяют зашли на 5 минут как бы вообще ничего не взяли 3029 рупий представьте ну тут кстати само масло стоило где-то 700 или 800 рупий такая маленькая бутылочка здесь кстати часто покупает моя подруга люда уткал называется тоже такая маленькая она и пикарня и магазинчик много у них всяких вкусняшек посмотри яночка с этой стороны вот он вот говорю вот этот бред ролл он очень вкусный и самоса тоже есть качори тоже есть что хочешь можно взять посмотри докла есть и ролл есть тоже с паниром посмотри и вот эти кстати котлеты тоже очень вкусные янусь вот эти не хочешь янусь как голодная захотела все она взяла его такой вот ролл с паниром потом взяла самосу но только нету обычно это вот с как с вермишелькой внутри шаумин она захотела обычную и роллы последние достали к сожалению не могу показать пока ждем пока нам все это упакуют я хочу вам здесь тоже немножко показать очень такая небольшая конечно очень такая небольшое такое заведение ну здесь тоже делают всякие сладости я смотрю даже брауни съесть яночка вот видишь даже брауни съесть вот эту сладость я вообще не знаю это кстати спица это кстати кафе именно специализируется как объяснить именно кафешку эту держит человек из касты бангали и у них сладости вот и отличаются от наших скажем так то есть вот этого я даже не ела вот этого тоже не знаю людом не иногда рассказывают что она здесь часто вот берет но по виду я не могу определить то есть допустим есть много разных сладостей которых допустим мы вообще дома их никогда не покупаем поэтому это теперь типичные вот именно их традиционные сладости вот этой тоже не знаю даже никогда не видел если честно ну я же спрашивала у них они там пока не заняты только-только приехала мои хорошие мой вечерний кофе сегодня у меня мокко я уже неоднократно говорила когда захожу в раджес супермаркет кстати в наших обычных здешних магазинах не продаются вот и вот такие вот разные пакетики кофе с разными вкусами яночка выбрала себе карамелевый а я взяла себе пару кофе мокко иногда иногда можно себе позволить кстати не успела прийти обратила внимание на цены и опять была в шоке то есть на каждой позиции на каждой позиции уже подорожание я очень хорошо помню когда я делала вам в последний раз обзор на семечки там было 45 рублей один пакетик сейчас уже 60 то есть на каждом пакете по 15 рублей уже подорожало и горбузовые семечки тыквенные семечки тоже самое 80 раньше было 60 то есть на 20 на 20 рупий уже на каждом пакете чай кстати не помню чай очень давно зеленый не брала поэтому за чай не скажу ну решила попробовать сегодня вот это вот масло взяла из авокадо да конечно да все таки признают что в масле авокадо все таки меньше нутриентов но если честно просто у меня не переносимость на оливковое масло не переносимости в том плане что у меня нет ни аллергии ничего такого но я вкус этот просто просто этот вкус не переношу если честно я один раз даже не один раз пару раз я пробовала привить себе привычку в общем его принимать или хотя бы в салаты его добавлять в общем оба раза хорошо что я брала вот маленькие бутылочки один раз у меня была литровая бутылка я помню что я кому-то ее отдала в общем какой-то знакомой которая которой нравится оливковое масло а второй раз я взяла пол литровую бутылку и все-таки тоже мне пришлось отдать то есть я не знаю почему она мне в горло не лезет хотя оливки и маслины я просто обожаю но это вот непонятно поэтому если честно вот этот раз магазине тоже стояла стояла смотрела смотрела но не рискнула не рискнула опять брать потому что все таки масло авокадо я точно точно смогу употреблять потому что я обожаю авокадо но я надеюсь что здесь не будет никакого привкуса ну все-таки сейчас откроем попробуем и проверим ну а оливковая как я вам сказал я брала и точно очень вряд ли что она мне понравится на этот раз поэтому не рискнула дорогие мои сейчас немножко передохнем и поедем за яночкой опять пока у яночки еще не закончились дополнительные занятия зашла в один магазин прошлый раз я видела здесь королевские креветки целый килограмм цена была довольно таки подходящая и кроме того для яночки сосиски сосиски с сыром но она пока для меня ищет я пока пройдусь по магазину покажу вам что здесь есть принципе в принципе есть все то же самое что и везде я зашла сюда в надежде только купить королевские креветки и свой сырный майонез но он не майонезом как бы соус но я смотрю что его нету вибуха икчи звала соус таки а то вибуха соус таки а так на че звала а через и звала веса софту свои пекин мы не и говорит такой нету сожалению найти практически невозможно я уже кстати сегодня была и в том магазине в своем любимом где всегда он бывает кстати на входе увидела вот пилочки пилочки как я люблю так тоже возьму ну а так в принципе все тоже все то же самое что и везде как бы абсолютно ничего особенного косметика самая такая из обычной базовой те же краски для волос ну конечно же здесь выбор намного меньше то есть выбор этот магазин конечно маленький в сравнении за это я и люблю раджиш супер базар потому что туда я захожу там выбор огромный там я нахожу в одном месте все что могу но там они вегетарианцы там мясо и мясных изделий заморозок там не продают ну а здесь здесь есть поэтому обе не калдию она нашла мне все я оплачиваю ухожу отсюда